Друзья мои, добрый день! 13 августа, Ленинградская область. Сегодня у нас пасмурно, но тепло, слава богу. Покажу те овощи интересные, которые у меня выросли. Вроде так, не ахти какое было лето, но результаты все-таки хорошие. Сегодня мы посмотрим супер баклажан, супер перцы и также супер томаты. Начну я с баклажанчика. Вот такой вот баклажан сабели. Покупала я его в садах России. Очень-очень вкусный баклажан, нежная мякоть, совершенно без горечи. Компактный куст в теплице. На погонный метр можно высадить три штуки. И каждый кустик через пару-тройку дней дают по такому баклажанчику. Итого, вес этого баклажана в этом году. Это у меня просто любимец. Любимец баклажанчик. Друзья мои, 818 грамм. Вот такая вот прелесть. Обязательно буду сажать и именно три штуки на погодный метр в теплицу. Ну, думаю, что и в открытом грунте его тоже можно попробовать. Очень аккуратный, невысокий кустик. Вот такой баклажанчик сабелия. Будем заказывать в семенах Урала. Вот это мой любимец баклажан Галине. Кончился... Нет, это не Галине, это Каратая. Каратая, друзья мои, семена у меня закончились. Буду покупать. Но здесь он интересен тем, что, как можете видеть, вот такая вот длина. На вес он может быть и небольшой, 400 грамм, но по длине у нас получилось, друзья мои, 30, грубо 35 сантиметров. И таких там немало. Отличный баклажан. Буду обязательно его сажать. Он очень удобно, когда дольками резать и жарить. Отличный. Вкусовые качества прекрасные, не горчит. Просто замечательно. Боюсь, что сейчас кончится у меня тут батарейка в весах. Так, следующий у нас перчик. Это Ламоя. От Партнер. Единственное, что мне понравилось из их, то, что я сажала из их коллекции. Но, друзья мои, значит, стоит он 170 рублей стоил. 5 штук здесь, правда, было. Вот такие у меня выросли перцы. Вот такие перцы. Вот можно посмотреть, как на картинке, да. У меня, конечно, они побольше. Обещают они нам здесь 200-250 грамм. Вот я сняла две штуки, потому что у нас обещают какое-то время тепло, и чтобы дальше росли у нас эти перчики. У меня они затянули 480 грамм. И таких перцев у меня там много на кустике. И второй ровно 415 грамм. Вот такие вот шикарные перцы. То есть, соответственно, я думаю, что резать я их не буду. Пусть они дозариваются дома. Их можно положить в пакет, просто в целлофановый пакет, и чтобы они не вяли, и они прекрасно дойдут. Но я думаю, что тут и стенка хороша, и на вкус будут хорошие, потому что уход за перцами был замечательный. Единственное, так, лоширей, лосанто перцы, ну, скажу так, неплохо, но ни о чем. И это, в принципе, можно заменить помпео перцем. Он по цене, ну, раза в 4 меньше, чем этот. Но все остальное практически то же самое. Будем уже смотреть. И когда я вам покажу, что... Ну, есть возможность, конечно, можно и ламу ее купить в партнере. Ну, что, самое интересное, мы переходим, это, к томатам. Томаты я сегодня сняла. Это древнее сердце аквитерми и польское слива тетушки сварло. Вот это аквитерми. Их я показывала не единожды. На кустике очень много томаты. Это мы сейчас и разрежем, тоже попробуем. И посмотрим, что там внутри. По весу они, значит, 640 грамм. И второй. И второй. 617 грамм. Ну, таких там есть, есть. И еще плюс поменьше есть. Хорошие, хорошо такое. Много плодов на кустике. Интересно мне, что там внутри. И каков он на вкус. Сейчас обязательно разрежем, посмотрим. Еще сразу, что-то у меня с весами не очень. Вот это польское слива тетушки сварло. Вот такие. Висел, видите, на солнце. А даже немножечко подкоптился. Вот такой вот хороший. Ну, тоже 590 грамм. Я считаю, что для такого лета, как у нас, это, в принципе, все неплохо. Ну, что, сейчас мы разрежем, быстренько посмотрим. Я попробую. А, это я уберу, выключу. Да, вот что-то с весами неохти. Надо батарейки поменять. Вот так. Ну, что, начнем с сердца. С сердца начнем. Древнее сердце, аквитерми. Не знаю, какой. Ну, любой начнем. Посмотрим. Сначала мы разрежем вот так вот. Вот так вот. Вот такой вот бифтомат. Ну, я думаю, что он вызрел. Все нормально. Семена есть. Семена буду собирать. На вкус. Сейчас посмотрим. На вкус. Ничего, друзья мои, я не скажу, что там как-то супер сладкое или супер вкусное. Хороший вкус томата. Все. Ничего там, никаких неноток, ничего нет. Просто хороший томат. Ну, и смотрим. Значит, результат ухода за томатами. То есть, все я подкормки показывала. Вот, смотрите. Вот, друзья мои, видите? Что к чему приводит? Вот, хороший уход. В плане правильных подкормок на каждой стадии растения. Все. Никаких прожилок. Никаких вот этого. Никаких плечиков. Ничего. То есть, я еще буду продолжать, конечно, подкармливать. Все это. Вот это. Все я записывала в этом году, как я кормила. Все это, конечно, запишу обязательно. И буду действовать таким способом. Потому что практически я за весь сезон, сейчас вот что прошел, я, может быть, 10, ну, 15 максимум томатов выкинула это с вершинкой. Остальное все вот в таком виде прекрасном. Даже они висят, если на кустике уже там излишне, то они вялятся, а не гниют или еще что-либо. Ну, то есть, конечно, буду подкормки продолжать делать. Следующие годы, года. Да. Ну, в общем, замечательно. Есть прожилочка. Ну, сами понимаете, что это все ерунда. Ну, вот такой томат. Безусловно, вот это место будет. Так, и очень хороший на вкус. Хороший на вкус. Ничего не могу сказать. Так, и смотрим мы сливу. Сливу. Сейчас я тоже с этих двух буду собирать. Семена и пущу. Идут как по маслу. Ну, практически похожие. Вот такая вот слива. Семена есть. Сейчас соберу и запущу. Ну, эти пойдут, конечно, сегодня в салаты порезанные уже. Ну, что, хорошее нравится мне. Серединка хороша. Вкусно, наверное, все то же самое. Вот здесь, вот знаете, чувствуется кислинка. Вот здесь вот кислинка есть. Видимо, действительно слива. Вкусный томат. То есть, мне нравятся все-таки томаты. С какой-то, чтобы ноткой были. Здесь чисто вкус помидора. У этого, у сердца аквитерми. Вот. Тоже, чтобы беру, чтобы не перепутать. Семена начну вышкрабывать. Так, ну и смотрим вот здесь вот, как у нас получается. Видите, замечательное. Вот такое качество. Качество. В мякоти. Считаю, что нормально. Смотрим здесь. Я, в общем-то, даже не ожидала. Ну, это во всех крупных томатах. Вот так вот. Ну вот, вот, друзья мои спрашивают, почему прожилки, почему плечики. А потому что специалисты великие советуют, поливайте водой, и будет вам счастье. И больше не надо ничего вашим томатам. Вот можно и посмотреть, надо нашим томатам что-то или не надо. Это вершинка, плюс прожилки, плюс плечики. Вот это мне больше нравится. Но в сочетании в салате будет обалденно. Там помидорный такой вкус, а здесь действительно слива, видимо, из-за того, что немножко есть кислинка. Обалденный томат. Буду сажать его обязательно. Ну вот, друзья, началась у нас дегустация. Вот. Очень рада буду, что если вам полезны какие-то моменты были. Вот. Всем хороших урожаях. Если есть вопросы, спрашивайте. Эти семена я соберу. Конечно, сразу скажу. Ну, думаю, будет немного. Но у меня немного подписчиков. Желающих, я думаю, что всем семена будут со всеми куста буду собирать. Друзья мои. Ну что, всем хороших выходных. Пока-пока.